В Караганде сильный пожар оставил без крова 10 семей. 37 человек, из них 16 детей, сейчас временно размещены у родственников и в обшежитиях. Инцидент произошел 1 июля около 12 часов ночи. Горел 14-квартирный дом ворачного типа по улице Вагонная. Пострадавшие винят во всем пожарную службу, которая, по их словам, среагировала неорганизованно. Асиль Сазанбаева с подробностями. Нету сплоченности, понимаете. Один ушел туда, другой ушел туда, третий вообще пошел на край дома. Зачем? Когда там еще ничего не горело. Мы кричим, тушите, тушите, пока пришел электрик, пока отрезал эту электроэнергию, все у меня вот, все сгорело. 14-квартирный дом ворачного типа сгорел ночью 1 июля. Без крыши над головой остались 10 семей. Жители успели выбежать и спасти лишь документы. К сожалению, имущество спасти не удалось. Сгорело все – вещи, мебель и техника. Да и дом уже не восстановить. Уже зайти что-то спасти уже было невозможно, потому что уже, получается, с той стороны, где вы только что были, где зал, там уже крыша горела сильно. Вот спальня вся сгорела у нас. Вот куда мы сейчас пойдем? Я многодетная. Я многодетная. Мать-пенсионерка. Вот ребенок у меня студент. Трое маленьких у меня. Кормилиц, допустим, у меня только у нас муж кормилиц. Я вот только-только начала работать. Вот, допустим, если сейчас даже это восстанавливать, на что мы будем восстанавливать? Районный Акимат выделил комнаты в общежитии. Оставшееся имущество приходится сторожить. Ведь воруют все, даже средь белого дня, рассказывает Дана Зингарина. Вот там, ну там у меня мама с детьми, бабушка с детьми. Мы с мужем ночевали сегодня здесь, позавчера ночевали здесь. Потому что пять минут, мы отошли вот просто пять минут, у нас уже осталось вот от компьютера, там что-то можно было спасти, уже украли. Уже счетчики сняли на улице. Это мародерство же называется. Люди пострадали, да, вот нету сочувствия у людей. Водопровода нет, и поэтому для тушения пожара людям пришлось обходиться подручными средствами. Взяв в руки ведра и канистры, носили воду все вместе. Жильцы винят в потерях пожарную службу. По их словам, они работали неорганизованно. Пожар был локализован спустя полтора часа, а ликвидировали полностью только в 02-21. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Но сейчас кто прав, а кто виноват, выяснить нельзя. Так как причины пожара еще неизвестны. Также на пожар были задействованы силы из Роспадепартамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области в составе 53 человека. Также 11-11 техники. Как говорят пострадавшие, приходили представители районного Акимата и предлагали помочь расчистить территорию, но не финансово. Ведь по закону дом является частной собственностью. И помочь они ничем не могут. На сегодняшний день, согласно действующего законодательства, оказать помощь напрямую погорельцам не представляется возможным, так как этот объект не является объектом коммунальной собственности. Поэтому на сегодняшний день нами уже организована работа по... Мы проводим переговоры с общественными фондами, с благотворительными фондами по поводу возможности оказания помощи. Более того, также мы будем работать с крупными бизнесменами, кто сможет чем-то помочь. Да, возможно, стройматериалы или леса строительные. То есть какие-то вопросы. На сегодняшний день уже есть договоренность подрядной организации для вывоза мусора и остатков дома. Кроме того, с жителями будут работать юристы для решения проблемы с документами. Асель Сазымбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.